Очень быстро взял с братишка бревно, кинули на воду, и после чего я на бревне, можно сказать, держась за бревном, поплыл к месту, где перевернулась лодка. В тот день стояла прохладная и довольно ветреная погода. Выпавший из надувной лодки рыбак был без спасательного жилета. Забраться обратно на оплавсредство он не мог и просто держался за него. Происходило это примерно в 100 метрах от берега. У него уже практически не было сил, он уже не мог почти шевелить ногами и держаться уже не мог, потому что, наверное, слишком холодно было. Ветер холодный плюс волны. Сергей рассказывает, что и сам очень испугался, когда увидел, что мужчина уже отчаялся и начал говорить о смерти. Когда я его вытащил, в лодку затащил, мы, может, минут 10 с ним только лежали, потому что сил конкретно не было уже и оба замерзшие. После этого к ним подплыли спасатели и отбуксировали лодку на берег. Там людей ждали и врачи скорой. Чуть было не утонувшим рыбаком оказался 56-летний житель Челнов. От госпитализации он отказался. А вечером позвонил своему спасителю и пригласил в гости. Это происшествие действительно могло быть с трагическим концом, говорят специалисты. Холодная вода ошибок не прощает. Холодная вода, то есть она очень опасна, может произойти что угодно, что остановка сердца, что человек от холода окоченеет и тем самым может просто уйти на дно. Начнутся судороги. Человек просто не сможет выбраться из воды. Поэтому без спасательного жилета даже не стоит и думать выходить на воду. С ним, по крайней мере, есть шанс выжить в случае ЧП. А лучше не рисковать здоровьем и рыбачить с берега. Светлана Фардеева и Петр Греков. Новости Татарстана.